Привет друзья! В этом видео продолжается эпопея замены стальных шарикоподшипников в двигателе от пылесоса на керамические шарикоподшипники. В прошлом видео я сделал замену вот этих вот стальных шарикоподшипников на керамические. Ссылочку я оставлю в описании, кто не видел обязательно посмотрите. Проработали эти шарикоподшипники буквально несколько минут и двигатель заклинило. Благо я успел его выключить из сети. Он очень медленно вращаться стал, потом еще медленнее, но я успел выдернуть. И якорь думаю не успел подгореть. Здесь уже высыпались шарики. Вот такие вот керамические шарики. Сейчас буду разбирать его и смотреть что там случилось. Предварительно что можно сказать. Ось бьет. Естественно пару шариков выпало, но ось еще вращается, но ее подклинивает время от времени. Две. Надо разбирать, смотреть. Так, посыпаю еще шарики. Этот подшипник еще живой, но по-моему ему плохо. Сам двигатель вроде бы не пострадал. Коллектор целый. Все в порядке. Обмотки тоже. Да, там подшипник рассыпался. Сейчас я его извлеку. Ну, вот что внутри. Сепаратор развалился. Опа, подшипник. А подшипник раскололся. Внутренняя обойма раскололась. Возможно это от того, что я напрессовывал его на вал. Она и раскололась. И возможно после этого он и развалился. Но мне кажется, что этот сепаратор в любом случае бы развалился. А как теперь эту достать отсюда обойму? Вроде бы идет потихонечку. Это хорошо. Достал внешнюю обойму. Внешняя обойма выглядит вроде бы нормально. На подшипник темного цвета у меня было больше надежд, что он дольше прослужит. А реально развалился он буквально за 2 минуты. Скорее всего из-за того, что обойма внутренняя лопнула при напрессовке на вал. Печально. Обязательно нужно измерить диаметр шариков на всякий случай. 3,9 мм. Надо посмотреть, что это за стандарт. Ну и теперь после того, как я их измерил, можно выкинуть, чтобы не запутаться в них. Да и вообще весь подшипник выкинуть нафиг он не нужен. Измерил я диаметр шарика развалившегося керамического подшипника неспроста. Здесь у меня идея восстановить старые подшипники, использовав керамические шарики. Эту идею я подсмотрел у Игоря Негода на канале. Он делал себе подшипники. Здесь установлены шарики тоже около 3,9 мм. Я посмотрел, они бывают двух стандартов. 3,96 мм и 4 мм. Я уже заказал такие керамические шарики. Ссылочку я на них оставлю в описании. Если все получится, то можно будет восстанавливать таким образом подшипники. Здесь в родных шарикоподшипников установлены вот такие вот интересные пластиковые сепараторы. Игорь Негода делал подшипники следующим образом. Он делал вот здесь пропилы круглые и заполнял полностью все пространство шариками, чтобы не использовать сепараторы. Таким образом получится высокооборотистый подшипник с керамическими шариками. Заказанные мной шарики пришли на 4 мм и на 3,96 мм. Также я заказал боры, чтобы попробовать сделать проточки. Потому что первые встанут нормально, а потом последние невозможно будет пропихнуть без таких пропилов. Чем я сейчас и займусь, попробую применить вот эту вот насадочку. Примерно по диаметру она совпадает, но она чуть больше. Попробую понемножку делать пропилы. Сейчас довольно кропотливая будет работа, потому что я не знаю на какую глубину нужно будет заглубляться. Поэтому буду делать опытным путем. Делать пропилы постепенно и пытаться просовывать шарики. Что из этого получится, смотрите далее. Не переключайтесь. Буквально пару минут и пропилы готовы. Очень быстро получилось. Я думал, дольше будет обрабатываться. Вставляю одну обойму в другую, так чтобы пропилы были напротив друг друга. О! Так. Немножко надавил. Все шарики встали в канавки. Вставляю еще один. Ничего себе. И теперь попробую поставить парочку керамических шариков тут даже. Интересно заходит. Отлично. Ну что я вам хочу сказать. Работает. Убиение есть, потому что шарики неравномерно расположены. Сейчас надо будет керамические поставить туда. Они будут легче. Биение будет меньше. Но, естественно, нужно будет полностью все заполнить. Еще, по идее, сколько нужно. Еще, наверное, два шарика как раз залезет. Ну и вот, что в итоге получилось. Я смазку не добавлял. Хочу оставить один без смазки полностью. На сухую. И разобрал уже второй. Сейчас то же самое сделаю и для него тоже. Единственное, что хочу еще сказать. Четырехмиллиметровый не залазит. Очень плотно все подклинивает. Поэтому я использовал шарики диаметром 3,96 мм. Если будете заказывать, заказывайте именно такие. Сейчас второй сделаю. Возможно, для эксперимента нанесу в него графитную смазку. Она должна выдерживать высокие температуры. Посмотрим, как два самодельных подшипника с керамическими шариками будут работать. Один без смазки, второй с графитной смазкой. Запрессовал подшипники. Вот этот вот легко прессуется с помощью родной гайки. Чуть-чуть его нужно насадить и потом гайкой задавить можно, подставляя всякие проставочки. А этот подшипник легко запрессовался легкими ударами с помощью втулочки. Кстати говоря, подшипники я смазал. Все-таки решил оба смазать графитовой смазкой. Не стал экспериментировать. Мне кажется, без смазки будет беда. Сейчас соберу двигатель. Нужно раздвинуть щетки и аккуратно туда вставить якорь. Затем эту часть надеть, прикрутить. И потом подключу к лабораторному блоку питания. Попробую протестировать при разных напряжениях. Лабораторный блок питания от 0 до 120 Вольт. Ток от 0 до 25 Ампер. Итак, тестовый стенд собран. Включаю лабораторный блок питания. 12 Вольт выставляю. Ограничение по току 3 Ампера на всякий случай. Мало ли чего. Работает. Оставлю 40 Вольт. Оставлю 40 Вольт. Довольно неплохо работает. 80 Вольт. 80 Вольт. А если добавить тока, чтобы стартовал динамичный? Да, стартует динамичней, так стартует вяло. 100 вольт. Главное, чтобы не вырвало. Ну и максимально возможный 120 вольт. Да, отлично работает. Главное, чтобы не вырвало. Ну что можно сказать? Двигатель работает вполне нормально. Как будет служить дальше, покажет время. Надо ставить его в пылесос и использовать по назначению. А на этом у меня всё. Если вам интересна дальнейшая судьба этого двигателя, как он себя будет вести именно на пылесосе, то подписывайтесь на канал. Я рад каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в социальных сетях, ставит наижирнейшие лайки, пишет осознанные комментарии из 5 и более слов. Это очень помогает продвигать видео и канал в целом, а также очень мотивирует меня на съёмку подобных видео. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. До новых видео на канале, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok